Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Вроде бы людям обещано спасение, однако как-то неспокойно на душе. Я относитель того Евангелия, который мы читали сегодня от Матфея. Но ведь Иисус в их денье обещал спасать чьи-то сбережения или чьи-то политические предпочтения. Но лукавый умом всегда ищут, как бы принизить особо дерзкого проповедника. Как бы его подловить на чём-то, да? Некоторые люди прямо-таки видят в этом цель своей жизни. Переспорить собеседника, настоять о своём. Но, по сути, это усилие бесполезное. Усилие в области каких-то предпочтений богословского характера или каких-то предпочтений словесных. Они часто, эти победы, остаются бесплодными. Если разобраться с этим вопросом более детально, то самая важная суть это то, что делает человек. Ведь на самом деле Иисус уколол мир самое, скажем так, больное. Человек может выучить всё богословие, может делать свои ритуалы каждый день, да? Посвящённые Богу. Даже творить чудеса может. Но при всём этом он останется диким, ничтожным заложником своих вот этих форм. и когда они, его оппоненты, посылают к нему своих учеников, чтобы поставить его на место, они задают ему вопрос. Как ты полагаешь, учитель? Вот ты учишь, да? как-то иначе, чем мы. Ну, так скажи нам тогда истину. Можно ли подавать дань, кесу? Знаете, многие люди и раньше, и сейчас ищут одного руководства, чтобы им чётко сказали, что и как делать. Думать они сами не хотят. Делать тоже не хотят. Я к чему вообще вот завёл этот разговор, да? Вот я помню, случай был какое-то время назад. Ко мне пришла на исповедь женщина, у которой муж лежал в реанимации призна. ему осталось жить на всего пару дней. А она настолько была тронута этим горем, что она две недели ничего не ела. и вот она падает замертво прямо вот у исповедального стола. А я успеваю её схватить. Я стою, служба идёт и держу её. А вокруг стоят мужики здоровые, но никто не может двинуться с места, потому что приказа нет. Вы понимаете разницу, да, между тем, что говорит человек, во что он верит, и тем, что он делает? Вот вам наглядный пример. Я говорю, мужики, ну что же вы? Они боятся. Приказа не было. Вот Иисус сделал что-то, что напрочь лишило смысл всякие приказы. Он перевёл проблему не на остальных, а на себя. Каждый человек сам решает. Как вот в Библии написано, вы Боги. И вот человек часто всю жизнь хочет избежать этой ответственности. Ответственности быть Богом. Он прячется за все, что угодно. За богословские диспуты, за ритуалы, за предания старцев, за что угодно, только бы не посмотреть в эту проблему своими глазами в это зеркало. И не увидеть свою ничтожность. Часто люди прикрывают свою ничтожность высоким устремлением. Как дикие племена, да, например. Ах, ты не веришь в нашего Аллаха, тогда мы перережем тебе глобку. Все очень просто. Но себя-то они почитают святым при этом, потому что они действуют во имя высокого убеждения. Многие полагают, что достаточно просто истребить несогласных, и все будет замечательно. А проблемы не решаются. Уже и еретиков жгли, и не только еретиков, да, и в тюрьмы сажали, и обезглавливали, и казнили, а проблемы не решаются. Почему? Потому что все это ничтожно. И вот Иисус отвечает таким людям. Покажите мне свой динарий. И когда они приносят и показывают, даже это потребовало у них усилий, да, заметьте, что в тексте говорится о том, что принесли ему динарий, да, то есть, видимо, даже это требует у некоторых верующих огромных усилий. царствуются о том, может быть, может быть, думали, какой рукой подать, или кто подаст, да, может, монету после этого надо утилизировать, да, если этот нечистый прикоснется к ней, а жалко, да, и вот он говорит им, позвольте, но кто же изображен-то на вашем монете? Они им говорят, кесарь, ну, тогда в чем вопрос? Кесарь полагается давать кесарям, о Богу Божии. Очень много людей, которые стали, скажем так, под знамена, в кавычках, верующих, а на самом деле их устремление всего лишь в одно – спасти свою шкуру и свои сбережения. И еще утолить свою жажду ненависти, по отношению к прочим. И в этом огромная проблема. Огромная. Потому что этот баланс, он только копится с веками. Обиды, расприя и прочее. Вместо того, чтобы это все выбросить, как сделал Иисус, фактически он свел все к очень простому действию. Страждущие исцеляются, мертвые воскрешают, больные выздоравливают. Все, о чем просили, наде. Но кому-то очень важно, что все это было со штампом одобрено свыше начальником. И вот это стоит во главе угла. То есть, не то, что происходит, не то, что должно было быть, без всяких слов убедить в правоте, но обязательно необходима вот эта глупая софистика. Кто кого переспорит, кто кому докажет, что он более искусно обращается с этим словом. Ну, поэтому-то он и говорит, вы слепые и глухие. Вместо того, чтобы быть, как вам сказано, богами на земле, вы притворяетесь ничтожеством. Вот я недавно смотрел, может, пару лет назад, как иудейская община выбрала себе нового Мессия. Сидит такой молодой человек за столом и к нему подходит как черные вороны, да, всякие старики бородатые, да, писатые. И о чем-то на ушко ему шепчут. Вот мы тебя избрали, Мессия, теперь ты вот, как бы сказать, у нас главный. И все это напоминает какое-то вот ничтожное представление, да, ничтожный театр. У нас есть тот, кто будет там разрешать и запрещать. И вот люди, очарованные этим запахом плети, рабство, они никак без этого не могут. Им главное, чтобы на кого-то свалить. Ты нам разрешил не давать налоги правительству, да, не давать подать кесарем. И они будут всегда ссылаться. Вот он, это он сделал. Это не мы. А мы чего? Мы нам разрешили. У нас своей головы нет она ампутирована. И сердца нет, она тоже ампутирована. Совести нет, конечно. Я вспоминаю замечательный фильм, его снимал Мел Брукс. Там такой момент. Богача разорили собственные юристы. И он говорит «Как же вам не стыдно?» Они говорят «Позвольте, мистер Брукс, мы же юристы». Вот так и в религиозном мире. Человеку важно сослаться на кого-то, кто дал ему инструкцию. Сам он боится. Он боится протянуть руку другому. Он боится выйти за пределы своей компетенции. Кажущийся компетенцией. Воображаем. Чем уникальны Евангелия. Оно повествует о человеке, который все это сбросил как не нужно. Который обрел смелость говорить право. И потому ответ-то вполне закономерный. платить вы по-другому не сможете. Если сильнее всех вас. И потому вам ничего больше не остается. Достигнуть уровня свободного человека вы не в силу. И потому платить. Так будет лучше. Как в другом замечательном фильме говорится, «Желая обрести Бога, вы идете в церковь и платите деньги». Да, можно сказать, что то, что написано в Евангелии, то, что у людей в головах сейчас, это огромные две разницы. Просто абсолютно противоположные вещи. Плохо ли это? Ни хорошо, плохо. Так есть. Тем славен человек, который способен найти жемчужную под слоем пыль. Как еще один выдающийся человек, священник Павел Фаренский сказал, «Мы сидим на сундуке с сокровищем, ключа от которого неизвестно где. Сокровищем есть, только доступ к нему запит. смелость человеку». Смелость человека. Не наглость, не дерзость, нет, не это, как любят некоторые, да, переспорить другого или там указать ему на его место. Нет, нет, нет. Смелость другого рода. смелость ходить перед лицом Божьим. Как было сказано первому священнику Милхиседеке, он ходил пред лицем Божьим. Ну, из более поздних примеров это был, например, Симеон Новый Богослов. Каждый раз, когда я прихожу, чтобы приступить к службе, ты являешься мне в образе света и не покидаешь. Однажды я вошел в алтарь Божий и с тех пор этот свет со мной. Вот что такое ходить перед лицом Божьим. Значит, отридуть ту трусость, которая делает тебя жалко. А то ведь некоторые люди бывают церкви сривнуются в своих званиях. Аз многогрешный, аз много-много грешный. Этим они хотят показать свое какое-то превосходство. Нет, нет, не смирение. Смирение так не показывается. Смирение показывается делами. Когда человек упал, ты бежишь к нему, чтобы спасти. Вот это смирение. а это все паутина пауков, которые они сплетают надежде уловить кого-нибудь, кто бы восхитился доверчивый. Однако когда ты понимаешь, что время уходит, осознаешь внезапно, что тратить его на эту паутину нет никакого смысла. Смысла казаться хорошим нет никакого. и вот я женщину эту держу. Ну, в ушки вняли моего крику, да, подбежали, отнесли на скамейку. И я говорю, да поедите чаю, накормите. Но она же причастся будет. Я говорю, вы что, совсем что ли? Из ума выжили. Человек умрет у вас на скамейке, да? А вы с какой-то ерундой лезьте, да? И накормите, и напоите, и причастите. В конце концов, не это суть. Неужели непонятно, что нормальным является, если не может человек прийти в поликлинику, сам врач к нему идет. Это нормально. Да, я понимаю, сегодня время такое, что для людей это не нормально. Если ты сделаешь усилия для того, чтобы оказать им какое-то содействие, тебя посчитают не сильным, тебя посчитают слабым. Любить людей в глазах общества это непростительная уязвимость. Как еще в одном источнике говорится замечательное слово, да, стихотворение такое. Одного поэта, который, ну, достаточно известен, но я не помню его имени и фамилия. Мне все твердили, люди братья, ты их люби всегда и везде. Я распахнул свои объятия и оказался на кресте. как точно подмечено. Как точно подмечено. Мир может простить любую подлость, но любовь никогда. Для него это невыносимо, что кто-то может любить, как он смеет. Мы же все сделали для того, чтобы он был таким же, как все. Завидовал, ненавидел на каждом шагу. Как он посмел возлюбить. Да-да, это про этот мир. Увы. Я не сказал бы, что он плох, нет. Но я бы сказал, что он местами жаловал, и очень труслив. Да, глупо думать, что ты можешь переубедить миллион людей. Глупо думать. Полагать это безрассудно. если иисуса распяли два десятка человек, то что говорить о любом человеке? там всего пара десерт персонажей. Чего говорить-то, да, о каждом человеке отдельно взятом. И распрут, и еще счет предъявят, да, загвозди и работают. все так и есть. Но вот время, да, оно не дает покоя. и человек начинает лихорадочно думать, а что же я могу сделать-то? Что же я могу сделать? Если он не придумает, жизнь напрасно прожита. Вот какой этих черных ворон с пейсами, которые шепчут на окно друг другу свои секреты? Я не осуждаю, нет, просто столько тысячелетий быть в слепоте, тут уже, как бы сказать, пора бы выродить сократа слепую землеродину. Так и не решить, да, основной вопрос, кто я, раб или человек? Я сейчас еще один источник процитирую, да, когда Джин явился к Алладину и сказал, меня послали убить тебя. Алладин, зная его природу, говорит, убей, но я твой друг, как я смогу сделать это? Тогда не убивай, но я раб лампы, лампы. И тогда он говорит простую вещь, тогда реши, кто ты, раб или друг. И вот оно, что приглаждает любого человека, да, кто ты? раб раб или равный? Если раб, тогда все делай, что тебе говорят, и не думай ни о чем. как он сказал Иуде, да, что делаешь, быстрее делай. А если ты друг, тогда что ж ты настолько жал? Это действительно потрясающе, да, по своей емкости выражения. Реши сам для себя, кто ты в доме Божьем. Многие вошли в этот дом и так и не поняли, для кого накрыт пир. Они пытаются смешаться с толпой слух, чтобы не обнаружить себя. но ими движет не скромность, нет, ими движет страх. Если бы двигала скромность, если они бы свое место уступили другому, их можно было бы понять, как выдающихся людей, которые просто отошли в сторону для того, чтобы кого-то спасти. но здесь, к сожалению, мы видим обратно. Люди соревнуются своей жалкости. И это выглядит отвратительно. Помню, когда-то был знаком с одним послушником, и вот у него какая-то привычка была нездоровая целовать всем руки. Так научили. Он полагал, что это, наверное, высшая форма духовности. Но хотелось спросить, ты можешь оказать помощь раненым на месте или пройдешь мимо? Это очень сложный вопрос. Я когда-то спасала. Я дочит пор, помню, уже прошло 30 лет. Однажды спасала. Такие случаи учат людей стыдиться трусости. А я полагаю, здоровому человеку это нормально стыдиться трусости. Не бояться и нет. Ты не знаешь, как ты поступишь. Это может произойти тогда, когда ты точно не будешь готова. И вот это очень важно осознавать. И вот эта самоуверенность человека, который ничего не решает, который жалок уже априори, да, изначально жалок. понимание того, что быть человеком иногда от тебя это требует невозможно. Помните, как в одной песне, да? Много неясного в странной стране можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться. Вдруг будет пропасть, и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли спел. А это так-то, дружок, в этом все и дело. Вера это поступки, вера это действия, вера это то, что требует усилий. потому все остальное оно совершенно не имеет к ней отношения. Все остальное только лишь обряды, ритуалы и споры, в которых нет и зерна истины. Потому что истина это то лезвие, по которому ходишь каждый день, опасаясь быть умел. Истина это в итоге то, за что ты умрешь. Потому они спорят глупо, каждый за свое. Каждый за свое. спорщики спорят, потому что у них все остальные дела в порядке в порядке. Слишком хорошо живут, поэтому есть силы спорить. Есть сила доказывать свою какую-то степень превосходства. на самом деле все показывается в делах. И шли трое мимо одного избитого, и только один остановился и погиб. И шли десять прокаженных мимо исцелившего их, и только один вернулся и сказал ему спасибо. Вот и вся, как бы сказать, истина о том, что происходит. И все на перу, и хозяин не хочет себя показывать, чтобы не распугать всех, как помните в сказке «Аленький цветочек». Это и есть притча о Боге. Хозяин, который не хочет своим видом распугать гостей. Он все приготовил и слугам отдал указание. Все накрыть ни в чем не отказывает. Но пришли те, кто вероломно отнял у него и последнее. и ходят слухи, что он страшен на самом деле. И люди себя опутывают этими страхами. Только лишь ради того, чтобы никогда не столкнуться с Ним лицом к лицу. Вот и вся ситуация. Люди возлюбили страх и назвали его Богом. Название всего лишь страх внутри своего сердца. Как вам опять стать счастливым? Не знаю. Наверное, чего должно. Наверное, должно произойти ничего. Жизнь Иисуса это как бы зеркало для общества. Однажды Он пришел в мир в нормальном образе. Не в виде огня, бури или какого-нибудь жуткого катастрофического происшествия. А пришел человек и сказал «Оставьте все, чем вы смущаетесь в свои сердца и будьте любили». Ну, в общем, закончилось это трагически. И вот смотришь в зеркало, да, и на часы над зеркалом. И понимаешь, что ты мер не изменишь. Это великое заблуждение. И даже себя не изменишь. Это тоже великое заблуждение. Нельзя переписать программу, если ты знаешь ее языка. но что же ты одел? Ответ простой – быть человеком. Быть тем, кем ты в общем-то и являешься. Ну, и перестать бояться самого себя. Перестать бояться. Ведь как человек учится ходить? Он перестает бояться падения. Он просто забывает о том, что он любую секунду может упасть. И ходит всю жизнь. Аминь. Отцел все от сия души и от всего обучения наши отцел. души и отцел ж отцел